Привет и добро пожаловать в очередной выпуск научно-развлекательной передачи Пульс Живой Вселенной. Сегодня в выпуске. Субтитры создавал DimaTorzok В нашей Вселенной полно разнообразных пузырей. Каких именно? Об этом наш первый сюжет. Вселенная подчиняется нескольким простым и строгим законам, одним из которых является гравитация. Именно гравитация в основном определяет формы объектов, их взаимодействие с другими объектами и даже их температуру. Так, каждая новорожденная звезда существует в своем пылевом коконе сферической формы. Время и гравитация больших объектов внутри кокона, например, планеты, астероидов, постепенно вычищает его внутренности, оставляя на его границах облако льда, камешков помельче, ну и просто пыли. Звезды часто рождаются не поодиночке, а в скоплениях, образуя огромные газопылевые пузыри, в которых могут находиться десятки, если не сотни новорожденных звезд. Издалека эти оболочки не так заметны, они недолговечны и разрушаются мощными ветрами молодых и красивых звезд. Более того, гравитационные возмущения со стороны соседок и более далеких массивных объектов могут выпрасывать звезды с насиженных мест, что приводит к постепенному уменьшению их количества в скоплениях, когда звезды взрослеют и начинают самостоятельную жизнь где-то вдалеке от своей материнской колыбели. Идя дальше, к центру галактики, мы видим, что сверхмассивная черная дыра ее центрального утолщения находится не просто в компании красных сверхгигантов, которые кружатся вокруг нее, как ночные мотыльки у огня. Недавно мы обнаружили, что сама она окружена целым облаком космического мусора. От газа, пыли и камешков до, кто знает, может быть даже и больших планет. А сама черная дыра выдувает в межгалактическое пространство два огромных пузыря горячего гамма-излучения, которые парят сверху и снизу плоскости галактики и наверняка удивляют астрономов соседних галактик. Звезды не только рождаются, живут, но и умирают в пузырях. Небольшие звезды, типа Солнца, выдыхают свои оболочки, их ядро сжимается, а разноцветный пузырь из разных элементов продолжают медленно расширяться в виде планетарной туманности, пока, наконец, не исчезнет в пространстве. Звезды-гиганты, напротив, заканчивают свою жизнь катастрофой, разбрызгивая в грандиозном взрыве свое вещество на многие световые годы вокруг. И тогда мы видим сверхновую. Пузыри, оставшиеся после таких взрывов, содержат множество тяжелых элементов, синтезированных умершей звездой в течение жизни. А в дальнем космосе бывают еще и не такие чудеса. Галактики кучкуются в группы, группы в скопления, а скопления в сверхскопления галактик, похожие на тонкостенные пузыри, внутри которых практически абсолютная пустота, скажем, десяток другой разрозненных галактик. Но на границе пузырей толчаясь тысяч и миллионов галактик. Получается, что в крупном масштабе Вселенная одни сплошные пузыри. А как насчет расстояний во Вселенной? Чем их можно измерить? Как же измерить расстояние в космосе? Линейкой? Не, не годится. Радаром. Навести на объект, отправить сигнал, дождаться отраженного сигнала, время разделить пополам и умножить на скорость света. Уже лучше. Годится. Ну, для солнечной системы. Но как измерить расстояние до звезд? Здесь уж точно радар не подходит. Кто знает, сколько придется ждать обратного сигнала? Да и придет ли он вообще? Использовать геометрию. Когда ты едешь в поезде и смотришь на близкое дерево, то видишь, как оно перемещается на фоне других деревьев. То же будет и со звездами. Только поезд у нас – вся Земля. Посмотрим на некоторую звезду весной, а потом через полгода, осенью, за это время Земля переместится в пространстве на целый диаметр своей орбиты. Это почти 300 миллионов километров. Близкая звезда должна быть видна с небольшим смещением. И действительно так и происходит. Такой метод называется метод параллакса и может использоваться для измерения расстояния до близких к нам звезд. Но, что если звезда находится еще дальше? Здесь приходит на помощь зависимость спектросветимость. У звезд одного спектрального класса, в общем, примерно одинаковая светимость. Измерив видимую яркость звезды и зная ее спектральный класс, можно оценить расстояние до нее. Метод не очень точный, но, тем не менее, годится для оценки расстояния. Среди звезд есть некоторые, которые регулярно пульсируют, увеличиваясь и уменьшаясь в размерах, при этом меняя свою яркость. Их называют цефеиды, по имени звезды Дельта-Цефеи, в которой у первой обнаружили такую переменность. Так вот, у этих молодых звезд период изменения блеска зависит от их светимости. Чем больше период, тем больше светимость. Значит, измерив период, можно получить их светимость и сравнить с видимым блеском, тем самым получив расстояние до них. Цефеиды очень мощное средство определения расстояния до космических объектов. Но как быть с галактиками, которые находятся еще дальше? Здесь на помощь приходят сверхновые, взрывающиеся звезды, которые могут иногда затмевать своим блеском всю галактику. Есть тип сверхновых, так называемая 1А, чья светимость в максимуме одинакова для всех звезд. Это значит, что можно опять использовать метод сравнения видимого блеска с абсолютной яркостью для определения расстояния. Сверхновые – надежный метод оценки расстояний до далеких галактик. Но Вселенная так велика, что даже сверхновых недостаточно. И тогда на помощь приходит красное смещение спектра. Если галактика удаляется от нас, характерные линии в ее спектре смещаются в его красный конец. Измерив это смещение, можно судить о скорости удаления галактики. А зависимость скорости галактики от расстояния от нас описывается постоянной Хаббла. Расстояние во Вселенной можно измерить разными способами, каждый из которых не является идеальным. Но используя многочисленные перекрестные проверки, калибровки одного метода другим, собрав огромное количество измерений и проанализировав их, астрономы смогли доказать надежность этих методов. В конце концов, не линейкой же мерить. В темноте космоса бродят планеты, непрекаянные бродяги, бедные сиротки, у которых нет своих звезд. Грустная история, душераздирающее зрелище. Астрономы открыли новый класс планет размером с Юпитер, которые блуждают во тьме космоса далеко от света звезд. Считается, что эти одинокие миры были выброшены когда-то из планетных систем. Открытие совершено на основе совместных японско-новозеландских исследований Центра нашей Галактики в 2006-2007 годах, которое обнаружило сразу 10 планет, находящихся в свободном плавании. Эти изолированные небесные тела, планеты сироты, очень тяжело найти, поэтому до сих пор они оставались неизвестными для нас. Открытые планеты расположены на расстояниях приблизительно от 10 до 20 тысяч световых лет от Земли. Существование таких планет было предсказано давно, но обнаружить мы их смогли только сейчас. Открытие имеет большое значение для исследования формирования планет и уточнения моделей эволюции, говорит Марио Перес, ученый программы по исследованию экзопланет в штаб-квартире НАСА в Вашингтоне. Открытие показывает, что в космосе очень много подобных скрытых планет массы Юпитера. По оценке команды, таких планет может быть в два раза больше, чем звезд, или по крайней мере столько же, сколько существует планет, находящихся на орбитах у своих звезд. И это дает число в сотни миллиардов одиноких планет только в нашей галактике. Исследование не может обнаружить планеты меньше Юпитера или Сатурна. Но по прикидкам теоретиков, планеты, подобные Земле, должны чаще выбрасываться со своих мест. То есть в свободном плавании их должно быть значительно больше, чем Юпитера подобных. Одинокие, без звезды хозяйки, они бродят по галактике, по стабильным орбитам вокруг ее центра. Открытие десяти подобных планет поддерживает этот сценарий, хотя все еще возможно наличие других механизмов. Если такие планеты формировались как звезды, то следовало бы ожидать в рамках нашего исследования открытия одной-двух, но не десяти, говорит Беннет. Наши результаты предполагают, что часто планетные системы оказываются достаточно нестабильными для того, чтобы выбросить планеты с места их рождения. Наблюдения не исключают полностью возможности того, что некоторые из планет обращаются по очень большим орбитам вокруг звезд, но, тем не менее, указывают, что подобные орбиты должны быть весьма редкими. Звезды нашей галактики не стоят на месте. Некоторые из них несутся сквозь газ и пыль, как болиды Формулы-1. Их так и называют – бегущими звездами. Все началось, пожалуй, с 61-й лебедя. В начале 19-го века вдруг обнаружилось, что есть звезды, которые слишком быстро перемещаются по небу. Слишком быстро – для астрономов это значит несколько угловых секунд в год. Так вот, одной из таких первых звезд оказалась 61-я лебедя, для которую в 1838 году Бессель впервые измерил параллакс, определив тем самым расстояние до нее около 11 световых лет. Скорость же этой беглянки относительно Солнца оказалась около 100 км в секунду и была направлена в пространстве в сторону пояса Ориона. Некоторое время 61-я была рекордсменом, пока ее не вытеснил Грумбриш 1830 в созвездии Большой Медведицы на расстоянии почти 30 световых лет. А затем звезда Каптейна в южном созвездии Живописца на расстоянии 13 световых лет, которая установила новое значение абсолютного рекорда по скорости перемещения на нашем небе – целых 8 угловых секунд в год. Звезда Каптейна удаляется от нас со скоростью 245 км в секунду. Что интересно, Грумбриш и звезда Каптейна находятся в Галло нашей галактики. Они не движутся вместе с общим движением ее диска, поэтому нам кажется, что они перемещаются в противоположную нашему движению сторону. При этом звезда Каптейна, как предполагают, когда-то жила в знаменитом скоплении Омега Центавра, пришедшем к нам с обломками карликовой галактики, поглощенной Млечным путем, а затем она была выброшена из скопления приливными силами вместе с несколькими другими звездами. И вся эта группа в полосатых купальниках путешествует себе теперь в Галло галактики. Вообще говоря, многие звезды любят летать группами. Для них даже придумали специальный термин – звездные ассоциации, то есть группы звезд, которые родились вместе, но со временем перестали быть связанными узами гравитации, которые двигаются через пространство по-прежнему группами. 61-е Лебедя, Грумблиш 1830, звезда Каптейна – это были еще только поиски самой-самой. А теперь пришло время настоящего рекордсмена – вторая после Альфа Центавра, близкая к Солнцу в пространстве звезда, которая, к тому же, смещается на небе больше чем на 10 угловых секунд в год. Итак, звезда Барнарда или «летящая Барнарда» В созвездии Змееносца, которое на расстоянии около 6 световых лет от Солнца путешествует в пространстве с относительной скоростью около 110 км в секунду. Но на нашем небе есть и другие замечательные звезды беглянки, которые можно увидеть вот так, запросто, невооруженным глазом. Вот, например, Дзета Змееносца – звезда массой в 20 масс Солнца. Когда-то она вращалась вокруг более массивной звезды, и когда та взорвалась сверхновой, Дзета была выброшена в пространство, где сейчас и путешествует со скоростью в 24 километра в секунду, толкая перед собой волну газа и пыли, как лодка в воде. Есть еще Альфа-жирафа, который мчится, как курьерский поезд через галактику. Некоторые исследования утверждают, что скорость этой звезды в пространстве может достигать умопомрачительного значения в 4200 километров в секунду. Что же должно было случиться, чтобы придать этой звезде сверхгиганту такой импульс? Астрономы выделяют звезды, обладающие огромными скоростями, в целый новый класс – так называемые сверхскоростные звезды. Как правило, наличие такой скорости позволяет звезде буквально стать свободной. То есть преодолеть притяжение своей галактики, уйти в открытый межгалактический космос и сгинуть там во тьме и бесконечности. Такие звезды насчитываются десятками. Все они, как правило, жертвы разборок и столкновений галактик между собой, мощных приливных сил, а также взрывов сверхновых. Еще одним хорошим примером сверхскоростной звезды служит HE 04375439, которая когда-то была тройной системой, но, зазевавшись, была поймана сверхмассивной черной дырой в центре галактики. Чтобы избавиться от этого неприятного соседства, система была вынуждена пожертвовать одной звездой, а две оставшиеся были выброшены за пределы галактики, где через какое-то время слились в одну, и эта звезда продолжает восхищать ученых и сейчас. Звезды могут путешествовать в одиночку, группами, ассоциациями и целыми потоками. Как правило, потоки звезд – следствие разрушения галактик или шаровых скоплений Млечным путем, которые продолжают держаться вместе, как косяки рыбы в океане. Небо над нами полно движения, казалось бы, совершенно неподвижных звезд, многие из которых можно увидеть просто невооруженным глазом и в бинокль. Вам достаточно только захотеть. Космос вокруг нас не измерить линейкой, он наполнен одинокими, брошенными планетами. Бегущими вдаль звездами, в то время как другие звезды выдувают целые пузыри материала. Чудеса и диковины. Передай дальше. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok